всем привет к нам пришел наконец-то фиот который я очень долго ждал и хочу сейчас девчатами распаковать потому что к сожалению на большее вряд ли можно рассчитывать это одна из самых сложных игры вообще в мире в этом а сейчас мы все увидим а вот это и еще в отличие от других каналов потому что распаковку каналы этой игры снимали но никто дальше распаковки не смог продвинуться потому что мы игра реально сложно но если вы увидите вот эту распаковку это означает что на канале появится и что-то большее я обещаю не буду одной распаковкой обходиться потому что мне игра потенциально очень нравится сейчас мы посмотрим что там внутри а уже про саму игру я буду наверно рассказывать отдельно это я выжимал давай выжимай и компоненты довольно толстые листы вы видите всего очень хорошо вываливается помочь в этой игре самое длинное поле из всех игр которые я знаю и длиннее не видел не знаю насчет больше но то что она длиннее это однозначно это монетки развлекается я вам покажу гигантская так я даже боюсь влезет ли она у меня на стол в камеру точно не влазит а вот на стол в глазе с трудом на влазит на стол и это хорошо она длина поля метр двадцать насколько я знаю графика очень на любителя но мне почему-то вот именно такой стиль графики очень-очень нравится такой гравюрный немножко знаешь на что он похож мультик масленица да не все все наверно кто в советском среде смотрел на это грузин фильм то всем 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 напоминает ты кто масленица а пришел нет обещи было про рыбу и правильная рыба так ну как-то первый заметит интересную фишку этого а вот я заметили марина это рада очень много фишек и довольно приличное количество карточек вот такой дракошка как будто папа разрисовывал надо немножко усовершенствовать наверно да чуть-чуть краску если честно у дракона нет раз это не дерево а мне кажется это ли литье типа гипсовая прикольно что это рисунок внутри чем интересно распаковывать с детьми что они устраивают бардак упаковки но зато веселее пробка не подходит это наверно жетончик эпох фишка первого игрока совершенно верно это заколдованный король здесь к легенда есть но это правда есть информации из из короля этого царства превратили вот в этого монстра и он начинает есть людей а вот эту злая королева она его превратила так карты показываю карты вот это не поражает уже с такой же графикой он такая графика что она либо нравится либо не нравится игра кажется по средневековью на самом деле это чисто фэнтези фэнтези мир со своими законами со своими какими-то особенностями поэтому несмотря на то что я вначале увидел еще на предзаказе подумала еще одна средневековая не любишь никакую тематику и не заказал а потом как-то случайно все мне возвращалась к ней потому что график очень понравилось возвращались мысли я посмотрел пару иностранных летсплеев понял что это совершенно шикарнейшая фэнтези песочница то есть игра в жанре делать что хочешь и добивайся победы любыми средствами очень интересная цикличная экономика и с очень интересными механиками то есть я не мог такое пропустить так как я люблю как раз жанре песочницы с открытым миром в общем буду изучать как говорят большинство большинство знакомств этой игрой заканчиваются на распаковке потому что никто не в силах осилить ее правил но я люблю такие сложности в общем если вы видите это распаковку значит будут еще видео дальше если не будет их я тоже не справлюсь то я тоже выкладывать не буду чтобы не дразниться потому что распаковок в принципе этой игры уже достаточно а вот не обучалок не они летсплей один есть на русском покупать если не буду играть но она действительно реально сложная у нее сложность не такая как у мальчика нужно сдаваться еще перед покупкой не ну сначала она привлекает оформлением привлекает идеями привлекает вот этими я купил вам гендер сюрприз ну там фигурки играйте могут играть давайте разложим карту чтобы они посмотрели путешествовали это дополнение я ничего не вижу папа она не лазит конечно это конечно он он обитает вот здесь в море и плавает а этот обитают на суше я могу плыть по речке и по водопаду здесь вы делали такие белые пятнышки там можно города строить и всякие замки тут лодочка видишь можно заплатить лодочник и он тебя перевезет а еще тут есть высокогорный храм и можно пробираться туда чтобы помочь острова есть в общем игра классная потенциально классная не знаю насколько сможем мы в нее играть ну по крайней мере изучить я точно изучу причем ты можешь выбирать сама кем ты будешь то есть смотри у каждого кубика есть шесть сторон и допустим это алхимик если так поставил ты тут алхимик будет это какой-то рыцарь это фермер это монарх почему с короной рыцарь фермер вот вот рыцарь а это дворянин с короной и вот здесь все эти звуков показаны денежки принцесса ну или как королева короче королева да тут и девушка это фермер шивишь он тот алхимик алхимик делает волшебные корабли который по которой с которыми можно перемещаться здесь этот по-моему торговец торговле занимается монах четки прибирают воюет пиши и рыцарь тут монстры написано то есть можно монстров нанимать на свою службу и дворяне они подписывают разные мандаты тут еще вот эти которые дополнения тут карточки очень интересно сделано с фольгой корову рожа у короля здесь конечно офигевшая но это вот такое лицо у всех кто пытается освоить эту игру еще не знаю причем написано можно узнаем да они похожи одинаковая все давайте порядок наводите я буду потихоньку изучать замотала головой это кошели но игроков где вам будет хранить пойду я постираю и а и и и и и и Продолжение следует...